Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, четвертое воскресенье после светлого Христового воскресения от Пасхи, когда мы с вами вместе собрались в храмах Божьих, а кто-то оставался дома, прославлял воскресшего Христа, и вот сегодня уже Церковь предлагает нам евангельское чтение о расслабленном. В Церкви все мудро. Так, после трудов Великого Поста, после слез и покаяний, Святой Великий Четверг, после того, когда многие из нас усердно постились, молились, наступило время как бы праздничное, но с другой стороны мы понимаем, что это время нас иногда расслабляет, расслабляет в духовной жизни. Мы окружаемся всевозможными треволнениями событий, всевозможными болезнями, страданиями общества, и кажется, что уже нет и в нас с вами сил. И вот такой расслабленный, без сил, без каких-то упований, без надежды, находился в Иерусалиме. Сегодняшнее Евангелие рассказывает нам о том, как в Иерусалим пришел Христос. И в Иерусалиме, в северо-восточной его стороне, есть овчая купель, называемая Вифес-да. Что это за место? Это место, где по преданию омывали жертвенных животных, которые приносили в жертву в Иерусалимский храм. Потом этот источник стал целебным, потому что один раз в год опускался ангел и возмущал воду. По воде шла небольшая волна. И все, которые находились рядом с этим целебным источником, знали, что как только поднимется волнение на воде, значит, ангел Господень прикоснулся к ней. И всякий, кто первым погружался в эту воду, получал исцеление. Причем Евангелие говорит, каким бы недугом одержим бы ваши. То есть, каким бы не был недугом одержим, какой бы болезни он не был, болен, он получал исцеление. И вот возле этой целебной купели евангелист рассказывает нам о том, что находился один больной человек, расслабленный. Он находился рядом с ней 38 лет. И уже, наверное, ни на что не надеялся. Да что надеется человеку, который надеялся год, два, три, десять, двадцать, тридцать, как часто и мы с вами перестаем надеяться, как только потерпим недельку, другую, третью, месяц. И мы уже все расслаблены. У нас уже ни сил нет, ни возможности потерпеть, ни возможности посмиряться, а тем более уповать на Господа. Вот сегодняшний расслабленный показывает нам, что он уже ни на что не надеялся. И вдруг сюда приходит Христос. Самое главное, расслабленный был там, где совершается божественное чудо. Там, где Бог являет свою силу через своих служителей, ангелов своих. И вот тут-то и находился в надежде получить от Бога хоть какую-то помощь, хотя ее уже и не ждал. И вот Христос, придя, увидев этого несчастного человека, сам подходит к нему и говорит ему, хочешь ли быть здоровым. И тот, конечно же, соглашается и говорит, так, Господи, только нет человека, который бы привел меня, потому что он сам был немощный. И понятно, что без посторонней помощи он даже не мог подойти к этой купели, в которой исцелялся только один, тот, который первый погружался. И вот он всякий раз, когда хотел зайти в эту купель при возмущении воды, не имел посолника, не имел провожатого. Человека нет рядом со мной. Давайте мысленно окажемся рядом с этим страждущим, расслабленным. Кругом каждый думает о себе. Я должен первый туда погрузиться. Какого там рядом с собой больного еще тащить? Нет человека вокруг этой купели. Нет по-настоящему заботливого, любящего человека, которым позаботился в первую очередь о ближнем, а потом о себе. И вот этим человеком, человеком Богом, и пришел, явившись нам в эту купель иерусалимскую, сам Иисус Христос. Он приходит и показывает нам пример заботы о ближнем. И он говорит ему, встань, возьми одер твой и ходи. И тот встает, берет свою постель, а мы представим себе, какая у него была постель, если он 38 лет на ней лежал, и спал, и ел, отдыхал, поднимался. Это было его место, неприкосновенные зоны присутствия. И он эту постель берет и выходит. Но был день субботний. И когда иудеи увидели, что он в субботу работает, а в субботу ничего нельзя делать по иудейским законам. А он несет с собой тяжелую постель. И они привлекают его к некой ответственности. Тот отвечает, тот человек, который мне сказал, встань, возьми одер и ходи. Сказав мне это, я почувствовал в себе силы, я стал здоровым, поэтому взял и ухожу. Но это было преступлением перед фарисеями и саддукеем от того времени. Вот почему, когда его спросили, кто тот человек, который сказал тебе в субботу взять постель, но он не знал ее, потому что Христос ушел, даже не представившись. Вот так Христос научает и нас сделать добрые дела и не говорить о себе. Он сделал доброе дело и отошел даже, оставаясь неизвестным. Но все-таки потом Иисус Христос в Иерусалимском храме встречает этого исцеленного, расслабленного. И говорит ему, ты был здрав, теперь не греши больше, чтобы не случилось с тобой ничего худшее. Эти слова Христос обращает не только к расслабленному, эти слова должны услышать, дорогие братья и сестры, все мы с вами. Очень многие из нас уже исповедовались, очень многие из нас причащались и получили внутреннее духовное исцеление. Многие, кто стоят здесь, переживал на себе и болезнь, и испытание немощи плоти, но получил от Бога дар силы духа и силы тела и сегодня должен услышать, ты теперь здоров? Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшее. Но, когда узнав этого исцелившего его человека, что зовут его Иисус, что делает расслабленным? Евангелист рассказывает нам трагическую, завершающую сторону этого евангельского события. Сам, исцеленный, расслабленный, забывая о том, что сделал ему Христос, идет к иудеям и рассказывает, что исцеливший его и Иисус, после чего иудеи стали искать убить его. Он предает своего врача и целителя. Дорогие братья и сестры, как часто и мы, когда так нуждаемся в Господе, молимся ему, Господи, исцели, прости, Господи, помоги, дай нам силы, Господи, а как только получаем эти силы, оказавшись среди людей безбожных, неверующих, готовы сказать, что я не знаю его. Ты что, в церковь входишь? Да кто сейчас в церковь входит? Ты что, крестишься? Разве ты не видишь, что там происходит? Разве ты не видишь, что Бог наказал эту церковь? Она закрыта по причине болезни. Это же Божья кара. Вот, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы всех нас упредить от подобного рода размышлений. Мы не кару должны увидеть, а испытание каждого из нас. Расслаблены ли мы? Лежим ли на своих одрах болезненными? Или все-таки мы надеемся? Надеемся на то, что Господь силен исцелить верующих в Него? Может быть, мы расслаблены не телом, а духом? И, может быть, пришла пора и нам задуматься, что пора быть ближе к тем местам, где действует благодать Духа Святаго. И мы не видим в храмах возмущения воды. Мы не видим здесь таких чудес, когда кто-то первый войдет и исцелится и уйдет из храма исцеленный. Но мы знаем, что здесь в храмах Божьих проходит и проистекает, совершается еще более важное таинство, когда из хлеба и вина благословением священнических десниц и молитвой всей Церкви из хлеба и вина преосуществляется в истинную плоть и кровь нашего Спасителя. И мы уже не просто слышим его вопрос, а хочешь ли исцелиться ты, чадо, который пришел сегодня в Божий храм? А хочешь ли ты соединиться со мной в этом таинстве Божественной Евхаристии? спрашивает нас Христос. Вот почему мы сердцем должны ответить сегодня. Так, Господи, но не имею человека, который бы подвел меня. Поэтому Христос обращается к тебе лично. Ты сам приходи, ни на кого не смотри, пусть никто не уйдет, все боятся, все может быть отвернутся, а ты возьми одру свой и ходи, потому что никто вместо тебя не встанет и не пойдет, если ты действительно хочешь быть здоровым и спасенным в жизни будущего века. И потому, дорогие братья и сестры, постараемся, получая эти дары от Господа, святое причастие, выходя из храмов, стремиться сюда в год. И если не получается, то не расслабляться дома, не расслабляться в этой мирской суете и жизни, где уже ничего не осталось, кроме суеты и страха. А наоборот, тот, кто с Богом, тот всегда будет в радости и в уповании. Я хочу всем вам, дорогие, пожелать сегодня этой радости духовной, к которой, невзирая на все бури и треволнения, призывает нас Иисус Христос через своих апостолах. Непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь, даже тогда, когда вокруг болезнь, мор, землетрясение, война, не прекращайте радости вашего духа, потому что верующий человек, уповающий на воскресшего Христа, даже смерть встречает с чувством упования и радости будущего века, почему и поет «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова